Всем добрый вечер. Мы находимся на стадионе Юность. 24 июня. Футболист, легенда Тагила. Сегодня Евгений Владимирович Федоров празднует юбилей 80 лет. В честь этого устраивался турнир межрегиональный. Приехали команды из Пидми и Катеринбурга. Челябинска. Ну и Нижний Тагил тоже присутствует. Помогая сегодня меня снимать будет снова Норик. Всем привет. Да, Дамаш. Всем здрасте. Как зовут? Карим. И еще нам помогает четвертый комментатор. Вот сегодня у нас четыре команды и четыре комментатора. Хочется пожелать вам всего хорошего и предоставить слово начальнику управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики города Юность Тагил. Ирине Луновне-Любеевне. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники соревнований. Знаю, что некоторые приехали издалека. Поэтому мы очень рады вас видеть на нашей гостеприимной Тагильской земле. Разрешите от лица главы города Нижнего Тагилу Владислава Юрьевича Пинаева поприветствовать вас. Пожелать вам интересной игры. Хочется, чтобы все прошло без травм. Понимаю, что это сложно в вашем нежном возрасте. Но, тем не менее. Ну, конечно, пусть победит сильнейший. Но самое главное, вы получите сегодня массу положительных эмоций. Вы пообщаетесь, я так понимаю, все давно знакомы. В ветеранских турнирах это очень важно. Ну и самое главное, у нас сегодня юбиляр. Поэтому хочется поздравить Евгения Владимировича с днем рождения, с юбилеем. В 80 лет, если кто не знает. Пожелаю здоровья, успехов, спортивного долголетия. Капитану просьба подойти и узнать расписание, кто на какой площадке играет. И проснуемся, и играем по другой системе. Выявляем победителя и призера наших сервисов. Как у нас в синем, в нижнем Тагиле, в зеленом, в перьем. И две команды в оранжевом. Это Челябинск и Екатеринбург. Екатеринбург. Екатеринбург Дмитро. Челябинск и Екатеринбург. Челябинск и Екатеринбург. Ребят в юбиле сниженной, на этом, на стадионе, заемность. Так он, газон. По сравнению, не подлится он. Скоро тогда будет замена газона. Чтобы турнир. больше по мини футбол играет утром на четвертинках 6 поля будет и один за такой формат соревнований где-то примерно 2 там а по 10 минут будет плаговая система и потом мы уже узнаем кто же тоже свои победы поздравят юбилея турнир и валюши наверно скорее всего будет болеть за тагистскую команду передай за кого тебе болеть за какую команду все тагичане дать нет на стрежек все местные комментаторы поме магистрали мт играть и не запил сине-черной форме и вот у нас уже скоро начата первом матче итак подходит капитаны здоровается у нас тем временем начался матч периматч для не видеть этого статусе стоп и и чё ся матч сейчас не уходила черной формы николай николай как амадос называть Чит за Челябьей, сыграть Николая. Трансфер организовали и перехват, и хорошая атака, и сейчас есть возможность, и удар, и какой сейф. Хороший момент сейчас был, и сейчас был по два тягуовой. Команда Петербурга сейчас подает угловой. Итак, сейчас вводит мяч, мешкается, пас, пас фоторю. Сейчас хорошо они идут, и сейчас возможность была хорошая. И аут, развели, сейчас запутали все игроки Екатеринбурга, и вратарь дает пас защитнику. Подача. И мяч уходит в ворот. Пользовую Перми. Так, сейчас атака у Перми, и защитник выносит Екатеринбурга мяч. Итак, Екатеринбург снова выходит из-под прессинга, но пока что получается не очень. И мяч уходит на отворот. Так, вратарь разводит защитнику. Защитник дает вратарю. Вратарь выносит. Теперь в атаке. Так, сейчас фанга будет подача, но это удар. Ну, вполне себе был хороший, но не повезло чуть-чуть. Вдаля удары забивает. Ну, Митрик Палкин. И вот, чья им сперет. Так, в атаке Екатеринбург. Скидка. И хороший момент, но вратарь снова он сегодня хорош. Сейчас хорошо раскатывает, и никто не стал идти за этим мячом, потому что, наверное, знали, что не успеют. И Аус пользует Перми. И да, какой счет у нас в основном матче? 0-0. А у нас уже что-то крут, чьяка свыше вперед. Куда-то ударом. Так. И гоу! 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 Забивает Перм. Что? Гоу! И забивает у нас, походу, восьмой номер. Пермики выходят вперед? Да. Гоу! 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 Пока что, как бы, Екатеринбург доминирует на поле, но тут не повезло немножко. Так, разводит мяч Екатеринбург. Пас Пос Haut Включает домой Дает И пас и перехват шел восьмой он сегодня не пох и так пас на фланг и хорошая возможность чтобы забить гол и с головы но не забил как и получилось так разводка мяча и в лес какой-то атаке катеринбург но замедляйте сразу и защитник тоже успевает перми вернуться домой так пас на фланг хороший пас и сейчас может удать хорошо но это я снова хорош форварда так идет в облотку пас и отворот к тебе гонки сейчас больше не везет и надо больше реализовывать моменты то что может это обернуться очень плохо и все-таки угловой там куда было скорбь и вратарь на месте скидывает не точный пас и какой заброс на не смог обработать нападающий под номером 4 перми и векатеринбург снова в атаке оставляют фланги сейчас через дом разыгрывают и удар но не точно и удар совсем не точно и удар отворот И не спешит вратарь Перми вводить мяч в игру. Это и понятно, потому что Перми сейчас выигрывает. Как бы тянет время. Вообще не спеша он идет на поле игровое. И недовольны, скорее всего, игроки Екатеринбурга. И так разыграют защитника. Заброс и слишком сильный. Я вместо хороших пасов. Да, удар от ворота. Екатеринбург в атаке. Ну, то есть выходит еще из крессинга. Пас. Пас на фланг. И там забросит. Не пойми куда. И аут позже Перми. Так разыграют аут. И перехватывает Екатеринбург. И сейчас в атаке. Хорошая атака. И гол! 1-1. Екатеринбург все-таки забивает гол. И все-таки смогли они забить. Ну, на гол Екатеринбург уже наиграл. Они заслужили. И что будет дальше? То есть окажется синий. Разыгрывают пейль. Пас защитнику очень опасно. Ну, заброс. 15 номер. Дает пас восьмому. Сказывает стенку. И опасный удар. И борта Екатеринбурга Будет разыгрывать. Возвращает защитнику. И хороший перевод на фланг. Хороший удар. Вау! Вау! Легко было. 12. 12. Яблазка. Все. 1-1. 1-1. И у нас уже 1-1. Тут все как синхронно действует команды. В полях. Вмечательно 4 команды. Итак, Вильнюю и Екатеринбург. Пока что играют. И все. Конец первого тайма. 1-1. Ждем второй тайм. Сиди, синей, черной. Вильнюю и Екатеринбург. Начало второго тайма. И перехватывает Екатеринбург. Ну и мяч на первом. И смотрим дальше. Гоу. Разделал. Все. Пятка. Сандра. Гоу. Асталдар. Олег. Бьет. Ну и заслезайся. Репетит. Также хочу вам передать о том, что первый тайм у команд Нижний-Тагил-Челябинск прошел тоже 1-1. И смотрим дальше. Опасно. Ну и если бы этот удар с лета залетел бы, это бы уже наверняка. И сложно было бы отыгрываться. Но слава богу, для команды Екатеринбурга ничего не случилось. И так, ну, неточный пас. Перехват защитника. Перми. До 15-го номера. Восьмому. И хорошая стеночка. И хороший пас был бы. Но там помешал. Защитник-вестительный был. Норик, как вам матч? Неплохо. Ну, равные играть сейчас идет. Да, вполне себе хороший футбол. И мне нравится, как они играют. Карим, кто доминирует сейчас на поле? Ну, я это не могу сказать, потому что они равные просто атакой за атакой у каждой команды. И все играют на равных. Сейчас угловой. Разыгрывают Екатеринбург и неточные, совсем неточные. И даже, что попадает в аут. Разыгрывают пас. Разыгрывают пейн. Аут, разыграл, дает пас. Ну, то есть заброс на... Неточные. 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 Удар головой, но неточные. Пробил футболист. Пейн. Под номером 15. Папсикласс удар с коленом. От самого Сиденика. Он, конечно, с ладошкой не подлетел. Так, хорошая стенка была, но не получилось. И хорошая скидка назад под ударную позицию. Защитник Екатеринбурга помешал этого сделать. И сейчас будет разводить вратарь Екатеринбурга. Чуть-чуть резный дядя не привез защитника. И пас, слабенький пас футболиста Перми. Ну, и неточный заброс на фланг. Также хочу вам напомнить, что футболисты играют по... по правилам. Семь в поле и... Нет, шесть в поле. Шесть в поле и седьмой вратарик. На четвертине поля официальных измеров. И хороший дриблинг. Если б там не отбил защитник Перми, то вполне себе хорошо бы было. Так, защитник на фланг и там аут. Восьмой номер. Не смог обработать. Неправильно разыграли мяч. Игроки Екатеринбурга. Пас Екатеринбург в атаке и... Защитник Перми. Ну, видно, что играл в корпус. Ну, видно, что играл в корпус. И таранным путем. Идет. Отдумай. А что? Куча Жека принять давай. Теперь в атаке и хорошо ушел. Развернулся. Ну, опять раз, не получился. Вот там на месте Екатеринбурга. Кстати, мы вам не рассказали о том, что батарея Екатеринбурга заменили. Это произошло внезапно. Перелив. Защитник спасает. Да, головой. Вот так должен действовать настоящий защитник. Просто удары. Голоком забиваете. Сразу меняется. Хороший защитник. А также... Вперед вышел в один. У вас как дела? Один-един. Так же один-един. Поле. И пас... Ну... Не точный бой. Ну... Не точный бой. Один-един! Прием, Владимир! Встаем! Во! Встаем! Встать! Встаем! Штанга выручает! А кто-то закинул. Так, вратарь. И защитник хороший пас сделал на нападающего Екатеринбурга. Вратарь возил. Это был вратарь. Дал длинную передачу на нападающего. Извиняюсь. Нападающий не сумел остановить мяч. Наверное помешало солнце. Как же так не везет Екатеринбургу? Я уже говорил о том, что Екатеринбург не реализует моменты. И очередной момент, который реализовал Екатеринбург. У нас, похоже, встреча завершилась. Боевой ничьей 1-1. Да, закончили команды Екатеринбург и Пермь. Раз уж есть дружеская ничьей. 1-1. Но Екатеринбургу не повезло очень сильно с моментами. Как я и говорил, где-то в середине матча, что если не реализуют, то обойдется это очень плохо. Поставить не стоп. Да не, наверное, сейчас еще начнем. Можете пока в эту группу снимать еще. Давай, на свет! А так же мы в режиме лайф сразу же. Перемещаемся на матч Нижний Тагил – Челябинск. Где Нижний Тагил ведет с счетом 2-1. Сейчас в атаке Челябинск. Перемещаемся на матч. И пас. Вот по Челябинску мне не успел. И недовольные игроки Челябинска. Ну, Нижнего Тагила вполне себе ищет комфортный. Так, скидывает, когда Нижний Тагила, и скидывает и как у Челябинска. Так, раскатывает щитнику. И он хочет ударить. И... Вау! Забивает Челябинск. И 2-2. Похоже у нас. Все идет по второй ничьи на этом мире. Да. Неплохой дриблинг и длина. Нет, точно. Да, еще есть! . Да! Нет! Да, Вы�. Нет! Нет! Нет, Марёс! Что это делать? Нет! И можно ударить Нет, скидываю Тарю Не точно крученый удар Можно было просто ударить сильно На точность Вот так вот Нижний Тагил Потерял победу за Несколько минут И 2-2 Конец матча Нижний Тагил Челябинск Второй Матч И вторая ничья Всем спасибо С вами был Каил Каюмов